Всем привет, это обзор Лего и его аналогов от Калин Красный и сегодня у нас новостной выпуск. Лего наконец-таки опубликовала официальное изображение, не побоюсь этого слова, флагмана на ближайшего полугодия по Звездным Войнам. Это дворец Боба под артиклом 75-326. У фанатов сразу появилось уже неоднозначное мнение по его поводу, так что давайте его детально разберем. На первый взгляд видна небольшая отсылка на самый первый набор дворца Джабы, 44-80, где у нас также была центральная экспозиция, по бокам были дополнительные платформы, которые отодвигались и сдвигались. Умышленно это было сделано или нет, но мне понравилось. Фанаты сразу сравнили этот набор с предыдущим, 95-16. Это отчасти правильно, но все-таки это уже не дворец Джабы. Но предыдущая версия повлияла на это очень значительно. Напомню, что в 2012 году разразился настоящий международный скандал из-за схожести с Исламским собором Святой Софии в Истамбуле. И видно, что леговцы очень проработали данный набор, чтобы подобного больше не было. Функциональность набора. Как оказалось, набор получился достаточно игровой. Хоть он и выглядит как-то недоделанно дырявым, но мне кажется, в этом есть небольшая тайна. Нижняя часть с решеткой для ранкора и слишком открытая крыша, как бы нам на что-то нам намекают. Я думаю, что леги не пускупятся, сделают еще два набора. То есть у нас, как с предыдущей версией, получится модульник. Предполагаю, что это будет крыша подарков, в которой будет баг-то камера, и было бы слишком жирно, если бы то положили нам воинственные луки Корсанта. Ну а снизу нас ждала бы пещера ранкора с мачете, но это лишь предположение, никаких слухов пока еще не было. И в анонсе новой волны наборов также ничего не слышно, но очень бы хотелось. Задняя часть дворца проработана, и она имеет функцию отсоединения. Пока не особо ясно, для чего это. Основная часть набора встречает нас в центральной комнате, которая достаточно похожа на свою оригинальную версию. Трон Бибе, он же трон Бобе после, получился очень хорошим. Он имеет функцию передвижения досмотровой ямы и выкидывания своего владельца из строя. Изображение ранкора это наклейки. К сожалению или к радости, но с ними набор смотрится более живым. Кальяна полуголая телечка отсутствует. Из дополнительных комнат у нас вход. Интересно, что с лицевой стороны он выполнен почти так же, как и в предыдущей версии. Также имеется функция опрокидывания. И небольшая комнатушка, на вдобе и той, которая была у нас в Continuous Ice. На мини-фигурки не поскупились, хотя можно было и больше. Боба Фетт прямиком из набора со своим истребителем. Феник Шанты с крейсером Офа Гидеона. Без своего шлема, но зато с волосами. Выбор волос мне непонятен. На мой взгляд не похоже. У этих фигурок ничего нового по принтам. Обновленная Биб Фортуна с весьма разжиревшими Леку. Не полуголая танцовщица Рассетилин. Сначала я подумал, что это знаменитая Ристл Санд, которую мы видели еще в шестном эпизоде, но нет. Хотя очень похоже. Значит выпускать весьма толерантный набор можно, но оголять женского представителя нельзя. Новая фигурка представителя расы Куаренов, за что спасибо. Разнообразие рас в Звездных Войнах весьма коллекционно. Представитель расы Викуэев, которую мы уже встречали, это приятное дополнение. И Гоморианец. Я ожидал, что он будет оголен, как в сериале, но видимо фу. Но зато у них новые принты и они есть даже на ногах. Я ожидал еще монаха Беомара, но к сожалению нет. По поводу цены. Да, набор стоит будет очень дорого. Примерно от 8 до 9 тысяч рублей. Но его предшественник, который, кстати говоря, вышел 10 лет назад, стоил по рознице 7200 рублей. Что на момент 2019 года были также немаленькие деньги. Но я думаю в пик скидок его можно будет взять по хорошей цене. По итогу скажу вам, что как бы набор не хейтили, его будут покупать. В розницу или по скидке не имеет значения. Набор привлекательен своими фигурками и будущей ценностью. Мое мнение 9 из 10. Это если еще учитывать, что будут модульники. Сам же я вам возьму и советую его взять вам. У меня на этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. И вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока.